Без утверждения границы статуса парков «Юбилейный» и «Шевченко» неконтролируемая застройка и приватизация рекреационных зон города будет продолжаться. Общественники требуют остановить работы реконструкции трассы здоровья до утверждения проектной документации на законных основаниях. Сегодня мы не знаем ни инвесторов, ни суммы инвестирования, ничего. А по закону положено, даже если это инвестора вносят какие-то деньги, то всё равно заказчик, то есть горсовет, должен образовать фонд из этих денег, назначить конкурс на производителя работы. Общественники сетуют рабочие бригады, которые, несмотря на абсолютно неподходящие погодные условия, трудятся на одесских склонах, не предоставили общественности ни лицензий, ни регистрационных документов предприятия, выполняющего данные работы. Вот эти работы, которые производятся, мы даже не можем определить качество этих работ. То есть, имеют ли эти люди лицензию, за какие деньги они производят работы. То есть, абсолютно непрозрачная схема. Альтруистическим порывам застройщика общественники не верят. Печальный пример – набережная Лонжерона. Клумбы, подвалы, фонтаны, летний бар на прилегающей территории к Дельфинарию решением Приморского суда был передан в собственность учредителей ООН «НЕРУМ». А это значит, что громада юридически лишилась этих территорий. Земельный участок, где находятся все эти объекты, был передан в 2003 году для строительства Дельфинария исключительно. И любые изменения по части целевого использования этой земли и размещения там объектов могут быть внесены только решением Горсовета. Павел Репин, Евгений Ящменцев, Думская ТВ.